Уважаемые зрители, очередной раз, встречаясь с вами, хочу вам сказать большой привет от нашей ветеранской многотысячного коллектива организации Милицейское Братство имени генерала Армии Щелокова. И мы рады ответить на многие вопросы. Но сегодня у нас в гостях, значит, член нашего правления Милицейского Братства имени генерала Армии Щелокова, значит, руководитель ветеранской организации по линии ГАИ Иванов Сергей Николаевич, который, продолжая службу одних, одна из первейших организаций ветеранских, которые активно сотрудничают с ветеранами, с действующими сотрудниками, помогают по всем направлениям их жизнедеятельности в этой нелегкой и непростой службе сегодняшнего периода. Значит, хотелось бы сказать, что вот эта большая благодарность от нашей организации, пользуясь случаем при вас, при всех, Сергею Николаевичу низкий поклон, говорят об этом не только мы, но и сотни ветеранов, которые у него встали на правильный путь жизни, на правильный путь сознания того, что бывших не бывает. И только вместе, в Бобратске, мы сможем преодолевать все те препятствия и трудности в нашей нелегкой и непростой сегодняшней жизни. Представляю вам Сергея Николаевича Иванова. Добрый вечер, господа, товарищи. Я президент региональной общественной организации, Центр помощи и поддержки ветеранов. Создана она была в 2015 году. В состав ее вошли ветераны первого, первого не только по номеру, но и по значению первого ГАИ города Москвы. Сейчас, к сожалению, утрачено у нас у ветеранов название, в котором присутствует первое ГАИ города Москвы. Ну, я считаю, я считаю, что это дело поправимое. Это пока, это не главный вопрос. Главный вопрос был и остается и будет. У нас это люди, это забота о них, это внимание. Это так, чтобы человек, получив пенсионное удостоверение, не был брошен на произвол судьбы. Пенсионеров много в организации, будет еще больше, если кто-то захочет присутствовать. А таки будут, я убежден. Организации, девиз нашей организации для бывших, настоящих и будущих. Для бывших. Это забота, это внимание, это создать обстановку, чтобы человек чувствовал, что он не брошен. Незавна мы организовали поздравление с юбилеем Васагина Валентина Семеновича. 70 лет совместной жизни, благодатная свадьба. Пригласили зам редактора газеты «Щит и меч», корреспондента. Все это было заснято и в газете, прекрасной газете, должен сказать, «Щит и меч» была опубликована статья о праздновании, которая в Москве, в Москве, находит себе место раз в 15 лет. Это наши старослужащие, это те, которые еще обеспечивали на Кутузовском проспекте и на Рублевском шоссе, еще товарища Сталина обеспечивали, товарища Хрущева, молодого Брежнева Ленида Ильича и других членов Политбюро и других органов. Для настоящих. Для настоящих это, конечно, защита, потому как в настоящее время инспектор дорожно-патрульной службы ничем не защищен. Та документальная база, которая сейчас имеется, она в ущербном состоянии находится. У нас нет никаких документов, которые определяют безопасность инспектора ДПС на проезжей части. А шире, если посмотреть, то на дороге. И последние случаи, которые произошли только в Москве, еще большую тревогу у нас вызывают, потому что страдают молодые люди, страдают отцы, страдают дети, они же являются и детьми. Оставлять в таком состоянии просто не позволяет совесть, в каком сейчас находится безопасность инспектора ДПС. Для будущих. Для будущих, чтобы человек, который собрался посвятить свою жизнь службе в госавтоинспекции, чтобы он знал, куда он сейчас идет. Когда я пришел в управление ГАИ на проспект Мира, дом 15, в 1973 году, и сказал, что я хочу у вас работать, то все присутствующие сразу оробели. Как же так? Мы по заставам ищем, в Таджикистане ищем людей, а здесь сам пришел. Ну и проверяли меня вместо двух месяцев четыре месяца полностью по всем направлениям. И я довожу до молодых сотрудников, с кем мне удается пообщаться, что сейчас обстановка только для крепких, для честных, которые имеют совесть людей, чтобы работать, работать, и даже не работать, а служить. Служить городу, прекрасному нашей столице, городу Москве. Не все будет получаться. Поэтому человек должен заранее знать, куда он идет, и чтобы для него не было новостью, никакие события, ни отрицательные, ни положительные. Я не ставлю своей целью, чтобы изолировать нормальных людей от службы в госавтоинспекции. Наоборот, ставлю себе задачу, чтобы люди ишли подготовленные, чтобы не было для них никаких новостей, ни в каком ракурсе. Также сейчас мы начинаем, да не то, что начинаем, а просто акцентируем внимание на операции, так ее назовем, как операция И, пьянству, бой. И тоже мы берем три направления. Для бывших это мы, пенсионеры, должны осознавать, что здоровье уже не то совершенно, что условия жизни не такие, как были 30 лет назад, а доза остается та же. В конце концов, получаются болезни, получается неуравновешенность, разброд в семье, конфликты с детьми и так далее. Для настоящих прошло то время, когда сотрудник ГАИ управлял транспортом в любом состоянии, и не буду акцентировать именно в каком, в любом состоянии. Все, нужно забыть, забыть навсегда об этом. Ни в коем случае не позволять себе выпить перед тем, как идти на работу, даже вечером, когда работаете с утра. Потому что, ну, не будет ни для кого новостью, что информацию донесут о вашем состоянии мгновенно до руководителей, и все будет зависеть только от того, любит руководитель шашкой махать, или все-таки он немножко заботится о своих подчиненных. И для тех, которые собираются прийти в органы, это не работа на свежем воздухе, это работа в агрессивной среде, особенно в пределах третьего транспортного кольца. Для того, чтобы это перенести, надо не таить в себе любые нарушения состояния здоровья. Потому что потом, потом, когда объявляют то или иное заболевание, либо на лечение уходят все сбережения, либо они уходят вообще никуда, потому что лечение уже опоздало. Также подготовка сотрудников для работы в органах, и тех, кто уже работает. Нельзя надеяться только на служебное занятие, на инструктажи, на доведение информации. Необходимо самому поднимать свой уровень. Любое общение инспектора ДПС и участника движения – это небольшая дуэль. И надо научиться и уметь выходить из этой дуэли победителем. Другого не дано. Когда показывают нам передач, стало очень много, когда безысходность инспектора, когда человек сам-то еле-еле выучил одну-две темы и начинает, извините, опускать инспектора еще ниже, и инспектор не готов, ну просто не хочется смотреть такие передачи. Мне пришлось работать с очень многими сотрудниками, которые были готовы на любом уровне общаться с людьми. Это Александр Силькин во втором ГАИ, который даже в свободное от службы время выявлял и пьяных, и угонщиков. Это Егоров Алексей, Царство Небесное, из первого ГАИ. Это Иванов, мой однофамилец, из первого ГАИ. В дежурной части, когда я работал дежурным по городу, был превосходный дежурный, начальник смены, как назывались, помощник начальника дежурной части, Буянов Александр. Дежурный от жизни. Просто он давал повод им быть недоволен, повод о том, что он преувеличивает, что он лишнее много требует. Но в конце концов, если здраво рассудить, этот человек полностью выполнял те обязательства, которые он сам себе ставил, и которые служба ставила. Сейчас другие люди, одни больше имеют понятие по жизни, другие вообще еще не имеют понятия по жизни, и вдруг им в руки попадает власть. Ребята, помните, что по жизни некоторые из вас заслуживают только кирпичи носить, и то, кроме облицовочного. Надо себя преобразовать, надо понять, что данная власть это не кнут в ваших руках, это способ, способ сделать нашу жизнь и жизнь участников движения безаварийной и более комфортной. Это надо знать и уметь это делать. Меня, когда я пришел работать, меня учили все старослужащие, все хотели внести свою лепту, что-то подсказать, что-то разъяснить. Могу, Лаврентий Павлович Мороз был в первом ГАИ из Полтавской области. Когда он закончил службу, он сказал за праздничным столом, ну все, хлопцы, я свое отслужил, поехал домой, оставил дочерям квартиру и уехал опять в деревню Сумскую область. Так вот, он нам, молодым, когда ночью вышли бы первый раз в ночную смену, собрал и сказал, вы, хлопцы, пришли туда работать, где деньги вокруг вас валяются. Вы научитесь сначала их не брать. Это я запомнил на всю жизнь такое. Другой, Захар Виктор Иванович, так, как говорится, полушутя, но очень тема серьезная, он говорил, подходить ты должен, Иванов, к любому участнику движения, как к генералу, а потом, потом, как говорится, можно любое решение принимать. То есть, спокойно можно перефразировать нашу поговорку, знаменитую, что встречают по одежке. То есть, первое впечатление, оно было, есть и будет самым основным. Также, хотелось бы обратиться к руководителям. Да, руководители зажаты сейчас так, что не выполнишь команду, не примешь решение угодное наверху, сам окажется на дороге. Это грубое, конечно, сравнение, но в таких обстановках, в такой обстановке приходится работать. И это, это пока края не видно, потому что служба госавтоинспекции теряет свое понятие службы. Уже техосмотр находится у гражданских лиц несколько лет, и какой вывод делается, когда президент дает команду установить государственный контроль за техническим состоянием транспортных средств. Может быть, в конце концов государственный контроль вернуть, который был в примере госавтоинспекции, сейчас был на открытии слета юных инспекторов движения. ничего не меняется. Четыре округа, как были озабочены, как говорится, как же подготовить команду, так, чтобы она была лучшей. Так оно и остается. И центральный округ, и Зеленоград, и Южный округ. То есть они примером служат. Всегда чистые дети, одетые, а другие, а другие маечка с эмблемой и старые кроссовки с брючками. Почему не доходят деньги до будущего нашего будущего и на дорогах, и в быту? Я обратился к уважаемому мэру нашей столицы и получил ответ, что этот вопрос будет рассмотрен по существу. Я верю, что так и будет. Спасибо за внимание. Значит, личное стихотворение сейчас зачитает вам, дорогие ветераны и зрители, наш уважаемый член правления милицейского братства, Говно Сергей Николаевич, представляющий ГАИ, МВД СССР и немножко России. И раньше, и теперь я глаза закрываю и вижу на Калининском пост номер 7, где на службу впервые я вышел, удивляясь громаде, как все. Быстро я позабыл строевую, красовался у всех на виду, только строго смотрел почему-то тот водитель в соседнем ряду. Ах, как все изменилось на свете всех далеких и памятных дней. На Арбате ГАИ уже нету, а на Новом поток все плотней. Изменились приказы и форма, позвоночные нынче в ходу, но таким же, как прежде, остался тот водитель в соседнем ряду. Только требует все безопасность. Возрастает на трассах поток и уже батальоны и роты, только если от этого проб. Или может забить откровенно, тихо жить бы со всеми в ладу, так же как же на это посмотрит тот водитель в соседнем ряду. И волнуясь я с первого слова, будто к жизни еще не привык, но с начала расцвета я снова пару слов положу на язык. Может все бы забросить под старость на скамейке, сидеть бы в саду, только как же я с вами расстанусь, кого помню и чем дорожу. Трудно будет исправить, что стало, даже воюч что службе конец, рано пялить глаза в заграницу, на дорогах наступит конец. Надо срочно менять направление, не туда и не так нас ведут и по-моему с нами согласен тот водитель в соседнем ряду. Я глаза закрываю и вижу на Кутузовском дом 26 здесь так часто я раньше работал, поклоняясь живущим как всех. Лихо я исполнял строевую, мерз и пек всех на виду, только сейчас почему-то не смотрит тот водитель в соседнем ряду. Я всю жизнь отдал госавтоинспекции 32 года и 18 дней извините с учетом неотгуленных отгулов. И раньше и теперь не сообщал об этом. Раньше боялся что зацелуют, сейчас боюсь что заплюют. Спасибо за внимание. Честь имею. Спасибо.